Утро страны 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 там буквально пару-тройку дней, но сегодня официальная премьера клипа с участием непосредственных виновников торжества. «Делать тебя счастливым», так называется песня, поэтому обязательно дождитесь. Я по поводу отдыха вашего хотел спросить, Александра, Александра. Вот же многие артисты, они же все-таки зимой отдыхают много. На всякий случай месяц января у многих получается такой на расслабоне немножко. Удалось ли вам в этом году или в финале прошлого года как-то вот такие большие каникулы сделать себе? Вы знаете, у нас был, да, то есть январь у нас был. Саня, ты, по-моему, на Кипр летал, да? Я был на Кипре, а Саша была на Шри-Ланке, по-моему. Да, я на Шри-Ланку. Я слетала первый раз в жизни на Шри-Ланку, встала первый раз на серфинг, на доску. Удачно? Да. С первого раза я уже поехала на такой здоровой, огромной доске. Потому что обычно-то бывает там и все. И прям еще и время тройки. Нет, секунд пять я точно простояла. Но там были, кстати, специальные люди, либо тренеры какие-то, которые объясняли, как это делать. Там ланкийцы в основном тренируют, которые очень плохо говорят по-английски, но тем не менее мы как бы, язык жестов он не отменяется нигде. Вот. И мы друг друга понимали, но они такие, знаете, это такие люди вечно на загаре, на солнце. У них такие глаза затуманенные слегка, скажем. Ну, они, в общем, местные ребята. Местные ребята. Ну, хорошо, все объяснило, все все поняли. Я думаю, даже не будем выдаваться в подробности, почему у тамошних людей глаза затуманенные, и все и так все поняли. Я что хочу подспрашивать? Всякие приколы все равно бывают в путешествиях, но если языкового барьера не было, там на руках что-то объясняешь. А вот просто, ну, заказал какое-то блюдо, показалось тебе там слово знакомое, а приносят, ну, тараканов, не тараканов, чем? На Кипре, кстати, нормально кормят. На Кипре хорошо все, там все понятно. Да, а вот на Шри-Ланке там есть какие-то блюда и, ну, не знаю, осьминоги вяленые. Вы знаете, однажды я заказала там пасту с морепродуктами. И вы не представляете, что я там обнаружила. То есть вот крабов вот в том виде, в каком он есть. То есть просто макаронами пристыла? Да, с панцирями. И еще это был такой запах отвратительный. Но я не растерялась, позвала официанта, говорю, мне, пожалуйста, поменяйте. Ченч. И они мне заменили это блюдо на другое. Слушайте, давайте прервемся. У нас в гостях группа Мохита. Я хочу сказать, ребят, все равно, если вы даже планировали поговорить о музыке, все равно говорить мы будем о еде. Конечно. Это нормально, не переживайте. Я просто скоро на диету весеннюю сяду, мне надо поговорить об этом. Друзья, две-три минуточки, мы к вам вернемся. Напомним, друзья, у нас в гостях сегодня группа Мохита. Александра и Александр. Да, все, кто проснулся бодрячком. Слушайте, ранним утром удобно с вами общаться, потому что никогда не перепутаешь. По именам вообще послушаю. Да, Саня, Саня. Да, 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 и так, и так, и так. Слушайте, ребят, ну, зато вот желание можно загадывать. Мне кажется, все пользуются все время этой функцией, но она же неистекаема, так что будем тоже. Надо было тебе сесть между Александром и Александром и загадывать желание. Так не положено. Давайте мы будем уже говорить о клипе, о песне «Делать тебя счастливым». Естественно, первый вопрос, который нас интересует, он самый простой, но он, правда, интересный. Как вообще оно все получилось-то? С группой Марсель, откуда возникла идея, чья была идея и так далее и прочее. На Сашу показывает пальцем. Саша показывает на Сашу. Идея была наша, то есть, ну, как сказать, это наша песня, где мы дуэта изначально не планировали. Но потом в процессе, скажем так, творчества, записи мы все-таки прикинули с Александрой, что это должен быть дуэт, и должен какой-то быть такой клевый мужской голос, не сладенький, а именно такой, ну, вот как у Степы. А он у него и сладенький, и клевый, он у него все вместе. Ну, он сладенький, у него все-таки такой брутальный голос, очень запоминающийся. И многие, кстати, отмечают, что похож на Филиппа Киркорова. Слушайте, я никогда не думал. Я вот теперь еще больше хочу дождаться середины часа, чтобы как-то вот обратить на это особое внимание. На самом деле, не вижу ничего схожего, вот именно в этой песне, по крайней мере. Тебе писали в комментариях. У чувака голос, как у Киркорова, мы думали, что это он. Ну, там просто какие-то такие нотки. Тембр такой. Тембр, да. Он когда громко поет на высоких нотах, у него раскрывается. Абертона какие-то такие есть. Ну, это, конечно, параллель такая очень далекая, но как бы... Так, нет, ну вы сказали, значит, песня была сначала сольная, потом решили искать голос. Да, начали искать, как бы раз, ну, пообщались с разными артистами, и как бы, условно говоря, Степа как бы очень оперативно, прямо откликнулся. Так оперативно, что 3 января мы записали уже голос. Представляете, что такое 3 января? Ну, слушайте, 3 января никто даже сочинить мне ничего не может. Стать не мог, действительно. Мы были в студии, и вот я, Саша, и наш звукорежиссер, и Степа приехал, и мы его там часа за два записали. А ваш звукорежиссер не сказал? Ребят, вы что вообще? 3 января. Нет, наш звукорежиссер... Он с утками работает, так что для него это нормально. Да, он вообще не выходил оттуда из этой студии. А это писали в Москве или в Питере? Он там Новый год встретил. Здесь, да? Да. Слушайте, ну вот когда, все-таки, интересно, если восстановить хронологию событий, вот у вас возникла идея, что это должен быть дуэт, а не только вы. Ну, не только ваш дуэт, да? Так правильно, наверное, будет. Все-таки был какой-то список артистов, которых вы рассматривали? Вот, возможно, этот вариант, возможно, другой. Ну, списка так такового не было. Ну, так в голове. Было несколько артистов, которых мы рассматривали. Вот, но перст пал на группу Марсель и на Степу. А вот такой вопрос. Вы до этого как-то общались? То есть, ну, тусовались вместе, знали друг друга? Нет, у нас, наш компаньон Антон Пронин, продюсер, он как бы дружил со Степой, как бы, и больше по его инициативе все это случилось. Я почему спрашиваю? Потому что... Мы с Степой познакомились, ну... Третьего января. Третьего января, да. Привет, я Степа. Третье января. Так я что хотела сказать. Все ребята, которые приходят, все, кто сотрудничает с группой Марсель, они постоянно говорят о том, что... Вот как семья. То есть, невозможно с этими ребятами не дружить. У вас вот как впечатление? Вы просто вот поработали и разошлись? Не-не-не, мы... Нет, мы у нас сразу обнимашки, и мы такие уже прям... В процессе клипа очень хорошо подружились, когда снимали. Ну, тут как семья, да. То есть, у нас был клевый актерский состав, состав продакшена, кто снимал, и, как бы, артисты, Махита, Марсель, и, как бы, все очень круто прошло вообще. В общем, мы все на одной волне. Плавно переходим к клипу, да? Нет-нет-нет, пока еще нет. А мы переходим к клипу? Нет, мы не переходим к клипу. Мы еще... Мы бы про песню поговорили. Да. Потом мы будем говорить про клип, будем говорить, а потом уже посмотрим клип, и посмотрим саму песню. Ну что, прервемся надолго? Да, у нас в гостях группа Махита, друзья, скоро продолжим. Да, ну и мы приятно разговариваем с Александрой и с Александром, и за эфиром мы тоже говорим, обсуждаем артистов. Ну, по-хорошему, по-хорошему, с любовью. Говорят, какие все красивые и талантливые. Слушайте, давайте потихонечку все-таки продолжим наш разговор о песне «Делать тебя счастливым». Мы поговорили о том, как все это задумалось, как произошла встреча неожиданно 3 января, что бывает редко, что, Валерия? Я хочу сказать, мы поговорили о том, что вот она родилась, но мы же, так сказать, не докопались до Азов. Кто Александра вдохновил на то, чтобы вот это все создать? Такой вопрос прям... С подвыподвертом. Давай я подведу, а ты продолжишь. Продолжим. Звонит мне однажды Александр и говорит, Саша, мне приснилась песня, и эта песня будет просто, ну, супер-мега-хитом. Я тебе честно говорю. Я говорю, ну, давай, шли, как бы. И обычно Саня мне на гитаре напевает своим голосом, и причем он пытается спародировать женский овертон. С хртоном поет. Делать тебя жезлимом. Это правда очень прикольно. Потом я, естественно, все это перекладываю на фортепиано, там записываю все красиво, голос. И вот это было начало. Сань, теперь ты. А что было потом? Хороший вопрос. Но потом уже мы начали искать там аранжировщика, уже как бы складывалась уже вся история, очень, так сказать, картина вырисовывалась. Саша, а вот вообще, когда сон-то приснился, там что было? Там кто-то пришел, тебе спел эту песню, или ты просто ее... Ну, в любом случае... Я, честно говоря, не помню реально, как вообще зародилась песня в моей голове. Ну, вот что-то, помню, связанное со сном, да, и просто такой момент, знаете, он всегда очень... Его сложно запомнить, когда ты взял в руки гитару и что-то начал делать. И там, условно говоря, что тебе послужило этим. Иногда бывают какие-то вещи, которые действительно тебя вдохновляют. Тут как-то это все... Ну, просто вот родилось. Просто пришлось выше. Слушай, ну, Александр, такую красивую историю. Да-да-да. Такую иллюзию. Я просто помню. Он, видимо, забыл, потому что... Вообще спамить его. Это было уже полгода назад, да даже больше, чем полгода назад, когда он мне реально сказал, я сегодня проснулся с мелодией в голове, с такой четкой и с конкретной фразой «Делать тебя счастливым». Какая прелесть. Все. И пошла песня дальше. Слушайте, а скажите, вот вообще создание... Не только этой песни, а вообще создание среднестатистической песни для группы «Махит». Это вот долгий мучительный процесс? Или если ты уже вот нашел какую-то идею, да, уже идет все как по маслу, уже само складывается, находятся сами люди, которые должны все сделать и так далее и прочее. Ну вообще, да, в основном, если это вот прямо хорошо пошло с самого начала и нету каких-то там вымучиваний, то это будет клевая песня. То есть там всегда все от самого начала. Ты отправляешь... Вот у нас с песней «Не беги» была, например, такая же история. Саша быстро написала текст. Точно так же. Она мне просто пришла. Вот так вот. Прямо целиком. Тоже приснилось. Тоже вот она пришла целиком, я просто ее слышала, она мне в голове. Вы знаете, когда музыка какая-то застревает в голове, ты ходишь, поешь целый день. И вот примерно такие же ощущения. То есть ты слышишь мотив, даже слова. Просто тебе остается только под копирочку все это на лист и на инструмент. И все, поехали. Слушательно, интересно. Друзья, еще раз напомню, у нас есть WhatsApp и Viber. Присылайте свои вопросы к группе «Махито» плюс 7909-928-1-89-9. Это, во-первых. Во-вторых, у нас группа ВКонтакте. Там есть специальный пост. Тоже ждем ваших комментариев, сообщений и вопросов. Скоро мы к вам вернемся. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас тут все просто офигенно. Влад Кутузов, Валерия Майорова и группа «Махито». Слушайте, как хорошо. Раскачались, проснулись. Слушайте, у нас буквально через три минуточки с половиной, между прочим, премьера клипа «Делать тебя счастливым» так называется песня. Давайте о нем как-то вот за эти три минуты попробуем рассказать. Мы рассказали об идее, но можно и не вкратце. Нет, нет, концепция. Ведь там концепция была, что вот эти вот яркие, самые солнечные жизненные эмоции, которые каждому из вас пришлось испытать. Но это надо сделать аккуратно, чтобы прямо вот перед просмотром клипа, кто увидит его впервые, чтобы прямо вот уже не знать, что там будет. Да. Да, чтобы как-то сохранить тайну небольшую. Ты зачем усложняешь задачу так с утра пораньше? Рассказывайте, ребята. У нас есть в клипе два главных героя. В этом клипе мы с Сашей играли роль второго плана, скажем так. Мы играли друзей, что мы, что Марсель играли друзей главных героев. А главные герои такая милая парочка, которые друг другу делали... Но только не раскрывай всех карт. Сюрпризы. Ну что в этом такое? Они делали друг другу сюрпризы, они делали друг друга счастливыми. Вот. И наш режиссер в общем с легкостью и тонкостью донес эту идею. Вообще это один из таких наших клипов, где у нас не было в принципе никаких проблем ни по монтажу, ни по актерам, ни по... Ну вообще все прошло очень круто и легко. Ну хорошо, слушайте, здорово. А вот про свои-то идеи, потому что в пресс-религии то у нас сказано, что вы там делились тоже своими эмоциями, у кого какие сюрпризы в жизни бывали. Кто из вас тоже этим грешен по-хорошему? Сюрпризами именно. Сюрпризами. Сюрпризами. Правда хорошая? Хорошая. Все понятно. Нормально изложила свою мысль. Молодец. Ну так как я женская половина человечества, я все-таки принимала больше. Да, я как бы на входящих была. Вот. У меня было в жизни очень много сюрпризов потомного рода, очень милых, красивых. Ну, например, однажды в 6 утра или в 7 я проснулась от того, что у меня рота солдат под балконом кричала «Прекрасно! О, прекрасно, Александра! Будь моей женой!» Вау! Да, и я в 7 утра, представьте, человек спит, девушка спит. Соседи спят. Соседи спят. Надо, а надо же выйти как рапунцель на балкон, скинуть свои косы. А я такая встала, господи, что это за шум такой там? Ну, пришлось все-таки взбодриться, побить себя по щекам, выхожу, а там действительно рота солдат, которые чешут на пляж и с ними замполит. Это тот молодой человек, который за мной ухаживал. В общем, это был незабываемый момент. Один из незабываемых. Ты да ответила? Нет, я сказала ща. Я ща приду. На этом история закончилась? На этом история закончилась, потому что продолжения, естественно, не было. Ты не замужен за зон полиция? Мне было, извините, 16 лет. Ну, как красиво, ребята, это же потрясающе. Они там с оркестром были? Нет? Нет, они такие были вообще сонные, бедные ребята. Их... В крызухах и по пояс раздетые. Да-да-да, они по пояс раздеты, они шли на пляж, была жара, где-то плюс 35, город Энгельс маленький, они вот по дороге на пляж через мой дом решили вот прям спонтанно как бы, ну, приколоться. Тогда еще была реклама какая-то, о, прекрасная Брунгильда, будь моей женой. Вот они вот это воспроизвели. Я не помню рекламу, но прикольно очень. Слушайте, а клип где сам снимался? Потому что мы все ближе и ближе к нему уже, чтобы просто-просто Клипсу. Друг? Нет, Саша, это неважно. Какие сюрпризы вы делали? Не слушай меня сейчас. Ну, я раньше так для себя занимался автоспортом и однажды на втором свидании я прокатил свою даму по кольцевой трассе, ну, это специальные выделенные дороги, то есть на боевой машине. Вот это высота и скоростью. Да-да-да, вот как в этих видеороликах, когда человек просто визжит там от страха, как бы испытывает. И волосы назад. Да-да-да, и вот примерно то же самое она испытала. 300 километров в час, да? Да, то есть, ну, как сказать, было прикольно, говорит, она сначала думала, что она как бы в машинах не разбирается, а я приехал как бы там на боевом эволюшене, кто знает. Знает, есть такие люди, кто знает. Она мне попозит рассказывать, я, говорит, думал, ты какой-то на Некси, на Некси приехал, может, таксуешь, ну, вроде новенькая, но как бы Некси. И тут я говорю, сейчас мы поедем с тобой, зачем ты каску мне дал, там шмазку, какие-то сиденья у тебя странные, там ремень на поясе. А надо бы сказать, я всегда на свидание в каске хожу, ну, в принципе, мало ли что. Да, и мы вот выехали на кольцо и началось там вообще адреналин. Ну, круто, круто. Она говорит, это было самое вообще незабываемое. Ребят, настал тот самый момент, очень важный ответственный, когда мы будем смотреть и слушать новую песню «Делать тебя счастливым» это Мохито и группа Марсель на телерадиоканале Страна ФМ. Поехали? Поехали. Давайте. Делать тебя счастливым, ласково и красиво Не отступаюсь я, Не отступаюсь я. Делать тебя счастливым, Добрым и терпеливым Не отступаюсь я, Не отступаюсь я. Одни на свете Ты мой ветер Внутри меня Много огня В эту ночь поцелую Я тебя заберу В нашей жизни красивая ты Ты должна быть счастливой Делать тебя счастливым Я так хочу сейчас Я так хочу сейчас Делать тебя счастливым Я так хочу сейчас Я так хочу сейчас Я так хочу сейчас Я так хочу сейчас Делать тебя счастливой Доброй и терпеливой Все, что хочу сейчас Я так хочу сейчас Мы как две капли похожи И наша любовь до дрожи Есть только ты и я Сейчас только ты и я Будет со мной построже Ты слегка встревожен Снова берешь меня Взглядом своим пленя В общей вселенной Совершенно Ты для меня Сводишь с ума Нашу жизнь нарисую Я тебя зацелую Но не будь молчаливая Ты со мной будешь счастливой Делать тебя счастливым Я так хочу сейчас Делать тебя счастливой Я так хочу сейчас Я так хочу Делать тебя счастливым Плоского и красивой Я так хочу сейчас Я так хочу сейчас Делать тебя счастливой Доброй и терпеливой Все, что хочу сейчас Я так хочу сейчас Делать тебя счастливым Делать тебя счастливым Плоского и красивой Я так хочу сейчас Я так хочу сейчас Делать тебя счастливой Доброй и терпеливой Все, что хочу сейчас Я так хочу сейчас Ох, как я хочу сейчас сказать Что клип получился Изумительный Наполненный такими Эмоциями В конце вот этого Предложения Руки и сердца Вау! Ребята Вы-то понятно Ребята, которые Вот там в телевизоре В радио По ту сторону Экранов и радиоприемников Если вы хотите Признаться любви Или сделать предложение Вот эту песню Смело заказывайте В программе по заявкам С 13 до 14 И с 20 до 21 На телерадиоканале Страна FM Ну и давайте еще раз Напомню Это Махита и Марсель Песня под названием Делать тебя счастливым И группа Махита Сегодня у нас в гостях Александра и Александр Да, мы еще здесь Мне кажется, Степе Можно привет большой передать Да, Степыч Жаль, что тебя здесь нет Как же ты так Мы скучаем по всей группе Марсель Слушайте, ну и давайте Про клип немножко поговорим Концепция, что именно Про сюрпризы Кто ее придумал? Режиссер Ну как бы сама песня То есть Сам сюжет Точнее смысл песни В принципе уже подразумевал То есть режиссер Рустам Романов Просто Говорит, ну давайте снимем То, о чем как бы В принципе поется А то знаете, еще есть Иногда модная фишка Поется об одном А надо снимать совершенно От другого Вот этот как раз Тот клип действительно Вот он реально Где все совпало Где все совпало Ну как бы Когда смысл есть в песне То и режиссеру Как говорится Легко работать Ну вот вы сказали Что все было очень легко И по монтажу Не было никаких проблем И так далее И тому подобное Но тем не менее На съемочной площадке Приколы-то какие-то встречались Вот например Вот эту машину Вы обклеивали Вы или кто? Нет, у нас снимали Иногда по-разному В разные дни Потому что То есть Там какие-то дни были Для Степа Какие-то были для нас То есть это у них Эти приколы Но когда у нас был Общий кадр Вот в галерее Где как раз Главный герой делал Ой, Саша Чуть поближе Микрофончик Можно? Где герой делал предложение Мы там наелись Вот эти конфетти Которые запускали Вкусно Особенно я Я не то что наелась Я именно дышалась Слушай, они же на вдохе Залетают еще Внутри И вдохнула в себя конфетти Да У меня в горле Все это Слезы А мотор ведь Улыбаться надо Не надо прыгать И скакать В общем Это да И плюс еще ко всему То есть В каждой локации Где мы снимались У нас были очень тесные Маленькие гримерки Мы буквально Друг у друга на голове А мало того Что нужно Всем грим наложить Прически сделать Одеть А будь Потому что там Стилисты со своими Баулами Чемоданами Режиссурские там Всякие вот эти Вот Оборудования Все в одной гримерке У нас так Чемодан на чемодане Человек на человеке Но Степе не помешало Помыть голову Молодец В маленькой раковине После самолета Когда он прилетел На последнюю сцену Слушайте, надо же Какой плотный график Человек прибегает Сниматься в клипе И даже вот голову Помыть Слушайте, у нас буквально 30 секунд до очередного перерыва Скажите быстренько Вот вы прям полностью Довольны результатом Который получился? Абсолютно Или прям вот Ну, можно было Вот сейчас переделать Это единственный наш клип Который нам вот показали Склейку первую самую Мы сказали Супер Нет вопросов И все И потом только уже Цвет коры Все дела И запустили Как можно быть недовольным Таким клипом Так а мы-то согласны В инновационном Культурном центре И в Рязани По-моему Называется Заведение неба 22 апреля А 23 мы уезжаем Сори Что я это скажу На Сейшелы А ну вы же там Тоже не просто так уезжаете Это же такая Совмещенная поездка Ну это работа Приятная Да Совмещенная с отдыхом Кто знает Дом-2 Тот знает Что Дом-2 Есть на Сейшелах Сейчас ты реально думала Что никто Не знает Да нет Не знаю Что такое Дом-2 Нет Ну может быть Не все знают Что Дом-2 Есть еще и на Сейшелах Нет Это вот только Кутузов Не знал А я-то вот Хотя я не смотрю Ну в смысле Ну как не смотрю Слушай А что это будет В какой форме будет вообще Это концерт Вы будете давать там 30-минутный концерт Да Группа Мохитов Устроим там вечеринку Поможете построить Любовь Ребятам тоже Ребятам тоже надо Иногда отдыхать И развлекаться Как-то и вот Пожалуйста Ну я так предполагаю Приглашать туда Кого-то из слушателей Зрителей бессмысленно Не может и нас пригласить Конечно Нет Я думаю там очень много будет Там уже праздники майские Очень близко И там очень много Наверняка будет Наших соотечественников Поэтому Ну мало ли Мало ли Саша Мы-то хорошо знаем Что их 24 24 на 7 364 Сколько там дней в году Они есть везде Наши соотечественники Ты меня пугаешь Ну 65 Я опять забыл Не переживай Ничего страшного Так Это по поводу концертов По поводу творческих планов То есть понятно Сейчас прошла работа Снят клип И вы как-то уже успокоились Сложили ручки на пузырьки И будете отдыхать до сентября У нас такого не бывает Мы сейчас готовим Несколько песен Опять же Честно сказать Совместных А с кем? Это Эстер И Хоуми Ага Рэперы все-таки Да Ну Хоуми Он не совсем Он такой Певец-рэпер Наверное так Но он не рэпер даже Нет Я думаю Что он все-таки Такой более У него просто Вот какой-то Такой свой стиль Ну как это будет Это будут брутальные Мальчишки читать Что-то о тяжелой судьбе А потом будет выходить Такая Саша В коротких шортах И ого-го-го Ну у нас же все Лирика и жизнь Да Нет Ну почему Очень похожа тема Я же знаю Будет все Йо-йо-йо И тут я На-на-на Я секрет Я прям хочу Так Ребята А у вас у самих Нет вот такого желания Какого-то речитативчик записать Может быть Мы пробовали Вы знаете Вот Чего не дано Того не дано Но Может быть Конечно Если заниматься Под строгим руководством Какого-нибудь великого рэпера Читателя Нашей страны Слушай Ну это отдельная история На самом деле Потому что многие говорят Ну что там он читает Он не поет А попробуй так сделать Не получится никогда в жизни Реально же Ну это очень сложно Правда Сделать это стильно Модно Красиво И чтобы все было понятно Ну Вот я Как будто мне медведь на ухо Наступил в рэпе Дорогие Александры Александры Дело в том Что у нас остается буквально 25 секунд Это очень странно Потому что время сегодня Пролетело практически Могновенно А тем сказать вам большое спасибо Ну вы кстати еще раз Можете пригласить Пригласить слушателей Зрителей Там 20 секунд Да давайте Ребята 19 апреля Калуга 22 апреля Рязань Ждем всех На Сейшелах Все кто есть Наша Раша Подтягиваемся Группа Мохита Была у нас сегодня В гостях Ребят Огромное спасибо И вам тоже спасибо За приглашение Спасибо страна Любим вас Редактор субтитров А.Семкин